Виталий Наумкин рассказал о своем участии в заседаниях Международного дискуссионного клуба «Валдай». Интерес аудитории, которая будет присутствовать на этом мероприятии, к докладам, к освещению, к печати, СМИ. Насколько я знаю, интерес этот велик, большой. В КФУ прошел финал игры «Spell Battle». Сам конкурс заключается в том, что нужно по буквам именно алфавита татарского, русского и английских языков правильно произнести слова. Реализация программы «Внутрироссийской академической мобильности студентов КФУ» и МГИМО «НИД России» в Казанском университете продолжается. Эта университетская атмосфера здесь в полной мере раскрывается. Всем привет! В эфире универньюсов студии Мария Журавлева. В Казани прошла встреча ректора Казанского университета Ильшата Гафурова с академиком Российской академии наук Виталием Наумкиным. На встрече также присутствовал директор Института международных отношений КФУ Рамиль Хайрудинов и профессор Института международных отношений КФУ Айдар Хабудинов. Виталий Наумкин приехал в Казань для участия в заседаниях Международного дискуссионного клуба «Валдай». Все подробности далее. В Казани с 20 по 21 мая проходят заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» или, как его часто называют, «Валдайский форум». В рамках форума проходит Центрально-азиатская конференция на тему «Россия и Центральная Азия перед вызовами нового мира. Совместный путь в будущее». Много гостей на мероприятие приехало из Центрально-азиатских государств и из Афганистана в том числе. Одним из спикеров мероприятия стал Виталий Наумкин. Интерес аудитории, которая будет присутствовать на этом мероприятии, к докладам, к освещению, в печати, в СМИ. Насколько я знаю, интерес этот велик, большой. Он показывает сегодня роль Татарстана в развитии отношений на этом треке, не только внешнеполитическом, но и научном, образовательном, политическом. Очень много учится, я знаю, в КФУ студентов и бакалавров, и магистрантов, и аспирантов из государств Центральной Азии. Это тоже очень важно. Поэтому для нас, для всей России, для Татарстана не безразлично, как дальше будут развиваться Центрально-азиатские государства. На форуме Виталий Наумкин выступит с темой безопасности в Центрально-азиатских странах. Одним из пунктов его выступления – предстоящий вывод американских войск в сентябре из Афганистана, и как это скажется на Центральной Азии, и в конечном счете на благополучие нашей страны. На вопрос по поводу рисков участия российских войск в событиях Афганистана ответил весьма конкретно и определенно. Во-первых, пока никаких оснований для того, чтобы туда кого-то посылать, нет пока еще. Во-вторых, я думаю, что мы уже посылали один раз, и больше мы посылать не будем. У нас есть, у нашей власти есть четкое понимание того, что в Афганистан туда лезть не нужно. Напомним, что в Казани Центрально-азиатская конференция международного дискуссионного клуба «Валдай» пройдет 20-21 мая. Джамини Баева, Универт Ньюз. 19 мая в Доме правительства Республики Татарстан прошла встреча президента Татарстана Рустама Миниханова с председателем Ассоциации студенческих спортивных клубов России Еленой Есимбаевой. На встрече также принимал участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Обсуждались вопросы реализации совместного образовательного проекта АССК России и Республики Татарстан по стажировкам для студенческих спортивных менеджеров, проведения в Казани спортивных молодежных фестивалей и другие темы. Напомним, 18 мая в Казани состоялось торжественное открытие Всероссийского фестиваля студенческого спорта АССК «Фест», который собрал более 2000 лучших студентов из 60 субъектов Российской Федерации. Обо всех подробностях фестиваля мы будем рассказывать в программе «Неделя спорта», а также в наших выпусках. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета завершился сезон игр орфографического конкурса «Спеллбатл». «Спеллбатл» — это орфографический конкурс, который существует уже на протяжении пяти лет. Он начал свою работу в 2015 году и продолжает активную борьбу за грамотность по сей день. Ведущая конкурса студентка второго курса Ильзира Срезидинова помогла конкурсантам понять правила игры и принять в ней активное участие. Сам конкурс заключается в том, что нужно по буквам именно алфавита татарского, русского и английских языков правильно произнести слова. Например, это не «К», а «К», не «Л», а «Л». Это очень важно. И именно на это направлен сам конкурс «Спеллбатл» — на правильное произношение по буквам алфавита слов. Игра прошла в уютной и дружной атмосфере. Победителем игры стала Лилия Тимбакова. Она показала свои лучшие знания, умения и навыки в орфографии русского и английского языков. Елизавета Никитин, Виолетта Басова, Неверньюс. Продолжаются показы фильма «Пространство Лобачевского» в выдающемся российской математике создателей невклидовой геометрии Николая Лобачевском. 18 мая показ был в Москве в Центре документального кино. В Казани кинокартину будут демонстрировать на пяти площадках. 22 и 23 мая его снова можно будет посмотреть в культурно-досуговом комплексе имени Ленина, а также в кинотеатре Дворца культуры железнодорожников и в ДК имени Саида Галеева. Кроме того, после 20 мая показы планируются в кинотеатрах «Мир и смена». Как любой вирус, ковид – это внутриклеточный паразит, который эксплуатирует клетки человека. Пробирается внутрь клетки, там распаковывается, а клетка начинает синтезировать вирусные белки, нуклеиновые кислоты, потом это все упаковывается, клетка погибает, вирусы выходят и распространяются по другим клеткам. Как происходит проникновение вируса в организм и как защитить себя от него, узнаем в следующем сюжете. Коронавирус проникает в клетки человека через определенные ферменты. Это белки, которые есть у нас на клетках и вырабатывают слизь на дыхательных путях. Первое заражение, когда происходит, он садится именно вот здесь, в носоглотке, в ротоглотке. Почему и мазок оттуда делается? Потому что первое размножение вируса происходит именно там. Вот здесь, когда он мультиплицируется, становится очень много вирусов, он дальше опускается вниз. Он опускается вниз и проникает в легкие. Развивается дыхательная недостаточность. Но самое страшное в том, что разрушив альвеолу, он проникает дальше в кровеносные сосуды. Кровь может оттуда выходить и еще больше сдавливать альвеолу. По словам Андрея Киясова, при тяжелом течении COVID-19 легкие становятся похожи на печень, то есть заполненными кровью. Поэтому в борьбе с коронавирусом важно сформировать коллективный иммунитет. Вся идея вот этих вакцинаций, она сводится к тому, что останутся клетки памяти. И раз есть клетки памяти, то есть есть антитела на какой-то промежуток времени, и есть клетки памяти. Соответственно, если на самом деле коронавирус попадает, то клетки памяти помнят, что есть халат, надо на который прыгать, так сказать, как бы атаковывать. И они быстренько включаются, то есть, по крайней мере, само заболевание даже, я не говорю, что не заболеет, но само заболевание протекает быстрее, потому что очень быстро активируется иммунный ответ для нейтрализации этого вируса. Напомним, что все желающие вакцинироваться могут обратиться в университетскую клинику по адресу улицы Вишневского, 2А. Запись по телефону 233-30-00. Также на сайте КФУ периодически появляется информация о выездной вакцинации в Казанском федеральном университете. Джимми Небаева, Универньюз. В Казанском университете продолжается реализация программы внутрироссийской академической мобильности студентов КФУ и МГИМО МИД России. На этот раз гости посетили мастер-класс по искусству Эбру. Все подробности далее. Искусство Эбру, или по-другому техника рисования прямо на поверхности воды, имеет очень древние корни. Но, несмотря на это, техника с тысячелетней историей вдохнула новые вияния в современный восточный мир. Сегодня дизайнеры одежд шьют свои модели уже из ткани, которые нарисованы, так скажем, украшены, декорированы этим искусством. А также в каждом доме можно встретить полотна не только цветов, деревьев, природы. Ведь на Древнем Востоке нельзя было рисовать человека. То сегодня уже в этом искусстве пишутся картины, где мы можем увидеть силуэты храмов, зданий, людей и конкретно известных каких-то знаменитостей. В рамках мастер-класса гости из МГИМО попробовали создать собственную картину. После того, как на воде появились загадочные силуэты из красок, участники мастер-класса перенесли изображение на ткань. Удивительные результаты не смогли не вызвать эмоций. Это что-то необычное, очень интересное. И правда, как нам сказали, один из методов релакса. На самом деле большой спектр эмоций испытываешь после такого. И я думаю, что результатом довольны все, кто занимался сегодня на этом мастер-классе. Далее гостей ожидает не менее интересный интенсив по исламской экономике и финансам. Гости, к слову, поделились своими впечатлениями о Казанском университете. Эта университетская атмосфера здесь в полной мере раскрывается. И видно, что люди улыбаются друг другу, что люди стараются, устраивают что-то. То есть это не что-то подготовленное было для нас. Они просто так живут. На этом все. В студии была Мария Журавлева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!